Здравствуйте, друзья! В эфире Мирообразование в студии Елены Борисова. Образование – вещь стратегическая. От того, как поставлено образование в стране, зависит будущее общества. Ну и стратегии могут быть разными. Можно делать упор на воспитание специалистов, на подготовке профессионалов. Это очень важно для нашей страны, где, в общем, как раз и не хватает до сих пор специалистов, настоящих специалистов во многих областях. С другой стороны, в прошлой России, например, считалось хорошее образование – это образование гуманитарное, университетское. И действительно, только гуманитарное образование дает по-настоящему возможность всестороннего развития личности. Наша страна сегодня еще не определилась, как мне кажется, в выборе своей стратегии образования. Сегодня в выпуске. Лихачевские чтения. Школа полного дня. Музей и детдом. В рубрике «Обложка» – новый журнал для тех, кто любит Москву. Личность Дмитрия Сергеевича Лихачева – личность особая. Ее можно назвать знаковой, символической. Он действительно был символом всего лучшего, что было создано в советское время. Его жизнь была служением науке и противостоянием системе. Актуальность того, что сделал Лихачев и в науке, и в общественной жизни, не потеряла своего значения и в наше время. Об этом говорилось на круглом столе Российской Академии Наук, репортаж с которой представлен Евгению Кузьминковой. Один из приоритетных национальных проектов связан с образованием. Оценивая реализацию этих программ, российские специалисты говорят, что... Все больше эти проекты начинают производить впечатление некой пиаровской компании, Беседуя с ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, профессором Александром Сергеевичем Записоцким, несколько лет работавшим с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, мы задали ему несколько вопросов. Что необходимо сделать для развития образовательной системы? Система образования могла бы развиваться намного более эффективно, если бы государство имело разумную, взвешенную, конструктивную позицию. Я как ректор в первую очередь чувствую, что даже ученики, которые приходят к нам из хороших школ, они хуже пишут, чем раньше. Ну и так далее, они хуже знают историю, у них ниже общегуманитарная подготовка. Те вузы, которые находятся на льготном положении, они разлагаются и они деградируют. А студенты валом валят в деградирующие вузы. Чтобы повысить уровень образования в стране, нужно начинать со школы. Не только давая фундаментальные знания, но и прививая нравственные ценности. Проблем в системе обучения много, но самое серьезное... Передача ценностей, ценностей и идеалов. У нас, к сожалению, государство вроде бы ушло из сферы формирования как идеологии, так и конкретной системы ценностей для молодежи. Но на самом деле это приводится не то чтобы к хаосу, а к утверждению ценностей, которые ведут общество назад, к дикости. А в последние 15 лет появились вузы, которые представляют из себя коррупционные системы. Это то, чего на Западе, в развитых, по крайней мере, странах нет совсем. Как ни реформируя, это решето, через которое деньги прольются в карманы дельцов от высшего образования. Но наряду с минусами есть и плюсы. Сильные педагоги, хорошая теоретическая база и великое наследие гуманитарных ценностей. Если о проблемах образования и просвещения говорят, значит национальное достояние живо и будет жить, а научные труды Дмитрия Сергеевича Лихачева останутся актуальными. А тот факт, что среди участников сессии есть молодые специалисты, реальное тому подтверждение. Многим знакомо слово продленка. Кто-то испытал это на себе. И все знают, что группы продленного дня возникли в советское время как способ помочь родителям перестроить ребенка после школьных занятий. Предполагается, что лучше, конечно, если есть с кем ребеночку остаться, то лучше, чтобы он проводил время дома, чем в опостылевших школьных стенах. Сегодня, когда родители работают не меньше, чем прежде, а кто-то и больше, проблема осталась. Но сегодня появились учебные заведения, в которых нашли принципиально новый подход к решению этой проблемы. Они называются школами полного дня. Одна из них – часть центра образования номер 18 и 11. Мы, наверное, были одной из первых школ, которая порядка 15 лет назад пробовала отдельными классами на этот режим перейти, потому что наша школа прежде всего ориентирована на работающих родителей. Коллектив педагогов поставил перед собой двойную задачу – не просто помочь родителям, но, и это главное – организовать День школьников по возможности рационально. Ведь от чего больше всего устают дети в обычной традиционной продленке? Да от самих себя, от надоевшей рутины, от вынужденной незанятости. Значит, надо было занять их, но так, чтобы это было и в радость, и на пользу. У них много таких вот в жизни интересных вещей, которыми насыщен день, и за счет этого они меньше устают. Потому что если бы они там до половины пятого занимались русским и математиком, они, конечно, бедные бы очень устали. Но когда там после русского математики можно пойти кино поснимать, потом еще чтением позаниматься, а потом на больный танц сходить или на физкультуру, то жизнь получается вполне терпимая. Кроме обычных традиционных уроков, какие должны быть в любой начальной школе, здесь в расписании включены дополнительные предметы – лего-технология, театр. Это не кружки и не факультативы. Они входят в обязательную программу этой школы. Сегодня вот они работают ткачами. Из столь простого и всем известного конструктора лего они попытаются вот соткать ковры. И в первую очередь еще наша задача, она состоит в том, чтобы ребенок мог работать в коллективе. Коллективная работа, не индивидуальная, а коллективная, что, в общем-то, очень важно, чтобы умел слышать другого, умел понимать его. Урок театра решает те же задачи, но другими средствами. Театральные упражнения развивают не только навыки владения своим телом, что немаловажно. Для детей это просто игра в зеркало или в скульптора и его модель. А педагог знает, что они учатся взаимодействию, эмоциональной чуткости. А компьютер интереснее всего осваивать, снимая собственный мультипликационный фильм о путешествии по лесу маленького суслика. Любочка, а ты его сделай в разные стороны, как будто он танцует около домика. Но задом к нам лучше не поворачивать. Понемножечку ходим, понемножку. Так организован урок информатики во втором классе. В школе очень хорошо понимают, что эти малыши – будущие граждане. Если не прикладывать усилий, то не выработается ни трудоспособность, ни характер, ни мобильность, которая нужна в современном обществе. Но педагоги помнят и о том, что учеба для детей – большой труд, поэтому в расписании находят часы для отдыха и разгрузки. Потому что им тоже нужно жить своей жизнью, хоть когда-нибудь. Весь учебный процесс контролируется психологической службой, в распоряжении которой четыре специалиста и так называемая психомоторная комната. Занятия в этой комнате встроены в сетку уроков и помогают развитию эмоциональности, внимания, координации и других важных вещей. А дети-то думают, что они просто играют и отдыхают от урока. Как видим, в школах полного дня есть все возможности для полноценного образования ребенка и для разностороннего его воспитания. Во всяком случае, те родители, которые не очень любят ходить со своими детьми по музеям и театрам, могут предоставить это учителям в таких школах. Но в нашей стране, к сожалению, слишком много детей, лишенных родительского попечения. И никакая забота о таких детях не бывает лишней. Предлагаем вашему вниманию сюжет из Архангельска, посвященный специальному музейному проекту. То есть все, что вы здесь видите, опять же, картины, мебель, это все самое начало 19-го года. Это искусство пушкинской поры, это время Александра Сергеевича Пушкина. Это не просто экскурсия в старинном особняке Архангельска. Это начало программы для детей из детских домов, музей музыка дети. Центр Поморья Архангельск в этом благотворительном марафоне стал 11-м городом после Саратова, Ростова, Ставрополя, Мурманска. Проект объединяет чиновничью структуру, общественные организации и Центр музейной педагогики Государственного русского музея. Основную поддержку этой беспрецедентной социально ориентированной акции оказывает фонд Бориса Ельцина. Он направлен в этих акциях на развитие детей из детских домов, причем глубинных детских домов, которые находятся на достаточно большом расстоянии даже от областных центров. И во всех городах привозили детей за 300, за 200 километров сюда. Детей, которые никогда не были в музеях, никогда не видели живого музыканта, я имею в виду исполнителя профессионального. И для них это является культурным шоком. Задача этого проекта представить детям искусство самого высокого качества. Поэтому и музеи, которые входят в эту программу, должны обладать хорошей коллекцией и опытом музейно-педагогической работы. Архангельское государственное музейное объединение «Художественная культура русского севера» эти условия выдержало. С момента открытия с 1975 года в музее разработаны программы по эстетическому воспитанию детей. Мы совершенно приняли с радостью эту идею, потому что проект, конечно, социально ориентирован. Мы специально набирали детей из глубинки, из районных даже центров. Дети добирались к нам издалека. Но все директора детских домов эту же идею восприняли с радостью. И не было никаких проблем по доставке детей или каких-то еще других проблем по организации. Архангельские музейщики пригласили около ста подростков и их воспитателей из восьми районных детских домов области. Объединенное искусство живописи и музыки, считают организаторы, нацелено на художественное воспитание, развитие творческого мышления юных. Увидеть Айвазовского в подлиннике и услышать скрипку Танини в исполнении ансамбля солистов Государственного Эрмитажа – это редкая возможность в жизни воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей прикоснуться к особому миру красоты и духовности. Мы хотели бы сформировать картину мира у этого ребенка, динамичную, яркую, в которой есть место классическому искусству и культуре тому, чем всегда была знаменита Россия. Не было бы этой программы, они бы ничего этого не смогли увидеть. И они тоже, по причине того, что они в детских домах воспитываются, они очень тянутся к подсознательности, наверное, даже. Потому что им не хватает тепла все равно. Мне понравилась гостиная, очень понравилась, где собирались всякие цари. А ты бы хотела сама в такое время попасть? Да, хотела бы на мгновение побывать в этой обстановке, посмотреть, как жили люди раньше. Любая идея ценна своей жизнеспособностью и системностью. В данной программе эта цель прописана достаточно четко. На развитие музейно-педагогической деятельности каждому участнику проекта выделяется 300 тысяч рублей для приобретения техники, методических пособий, мебели. Словом, всего того, что организует непрерывный полноценный процесс художественного и эстетического воспитания. Это хороший пример для бизнеса, для нашего. Потому что кроме Потанина никто из наших отечественных бизнесменов на культуру не тратится. Дай бог, как говорится. Через месяц музей соберет ребят вновь. По итогам написанных ими дома сочинений, в осенние каникулы трое победителей в числе детей из четырех регионов России пройдут по красивейшим историческим местам Санкт-Петербурга. Тамара Статикова, Юрий Киселев, Елена Шнайдер, Архангельск. Дети гораздо больше любят учителей, которые учат не по учебникам. Или хотя бы не только по учебникам. А есть предметы, которые и требуют совершенно другого подхода к обучению. Мы расскажем о замечательном пособии, которое пригодится самым разным учителям. Это новый московский журнал, о котором расскажет наш корреспондент Елена Яшина. У журнала в учредителях серьезная официальная структура. Комитет по культурному наследию Москвы. Солидный крестный. Мэр Юрий Лужков. Замечательный полиграфический уровень. А прочитав номер буквально от корки до корки, с радостью убеждаешься, что в нем нет ни пресного академизма, ни клянцевой глупости. Мы обращены целиком к нашему наследию. Нам интересно посмотреть, что было создано до нас, кто жил до нас. И что мы храним сегодня. То есть вот эта связь, преемственность поколений. Может быть, это пафосные слова, но это совершенно не пафосно. Но это очень искренне, потому что... Люди, делающие журнал, придумавшие это новое издание, очень современны и молоды духом. Их Москва и запретные зоны Древнего Кремля, и высотки спального Марьина. В понятие «московская история» входит как царская соколиная охота, так и полуподпольные квартирные рок-концерты недавних 80-х. Вот такой вот третий Рим получается. Наш журнал, и это единственное место, где есть публикации так называемой Московской метафизической школы, только наш журнал представляет этих авторов. Вот Рустама Рахматулина, Андрея Балдина. Мы открыты для сотрудничества. Своего рода журнал в журнале, раздел «Путеводитель пешком» надо читать, шагая по предложенному маршруту. Хорошо бы каждую неделю куда-нибудь вывезти детей. Если у нас есть предмет какого-нибудь москвоведения, то им не надо заниматься в классе. Мы живем в Москве. И надо пойти и посмотреть на эти башни Кремля, пощупать эту царь-пушку руками и сравнить свой рост с ее. Рубрика «Столичный журнал» о людях Москвы, о городе, увиденном их глазами, набрана в стиле СМС-ки и цифрами, и буквами. Проект задуман именно как просветительский, а не коммерческий. Журнал попадает в читатели очень просто. Читатель сюда приходит, и он его получает. Это вот такая благотворительная деятельность московского правительства. Журнал, он бесплатный. Очень московский и очень простой адрес Причистенко-1. Наверное, прежде всего туда стоит отправиться школьным библиотекарем, да и всем неленивым и любознательным людям. Это был последний сюжет выпуска. Через неделю мы расскажем вам о конкурсе молодых учителей в Москве, представим очередной портрет в интерьере и расскажем, какое отношение к образованию имеют московские белые палаты 17 века. Прощаясь с вами, мы желаем успеха всем студентам в сдаче зимней сессии, а школьникам столь же успешного начала очередного полугодия. До свидания. Всего доброго.